Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Продолжаю работать с текстами Писания. Это будет пророчество Ездры из третьей книги Ездры, 13 главы. Пророчество это связано со вторым пришествием Иисуса Христа. И здесь описывается не только образ Иисуса Христа, но еще описываются те события, которые произойдут. Поверьте, они очень сильно напоминают описание Армагеддона. И я хочу заострить ваше внимание на то, каким образом Иисус будет действовать против той толпы народа, которая будет против Него. Какие будут у Него технологии, какие методы. И мне хочется, чтобы вы поняли, что на сегодня у нас слишком много развелось лжи Иисусов, которые пытаются вот как раз позиционировать себя якобы в реинкарнированном теле. Дорогие мои, никакой реинкарнации не будет. Вы знаете, что Иисус воскрес у нас в нетленном теле. Он находится одесанную Бога Отца. Таким образом, Он у нас не умирал. И воскрешать Ему в реинкарнированном теле надобностей нет, поскольку у Него есть свое нетленное тело. Итак, зачитываю теперь тексты. И было после семи дней, я видел ночью сон, вот поднялся ветер с моря, чтобы возмутить все волны его, я смотрел, и вот вышел крепкий муж с воинством небесным. И куда он не обращал лицо свое, чтобы взглянуть, все трепетало, что виднелось под ним. И куда не выходил голос из уст его, загорались все, которые слышали голос его, подобно тому, как тает воск, когда почувствует огонь. Итак, что мы здесь видим? Каков образ Иисуса Христа? Это крепкий муж, это я говорю для женщин, которые себя позиционируют, как Иисусы, с воинством небесным. То есть, это воинство, которое спустится с небес. Помните, если мы откроем тексты Евангелия, там говорится о легионах, которые есть у Иисуса Христа. Вы должны понимать, что у него есть своя вот эта вот небесная иерархия. Это ангелы, архангелы. И многие из пророков, подобных ездри, находятся рядом с ним. Читаем дальше. Куда бы он ни взглянул, все трепетало. То есть, это будет достаточно шедевральное событие. Не заметить этого будет невозможно. Никакая голография тут не поможет, поскольку это будет вне каких-то вот простых картинок на небе. Это будет очень громко, ярко. И вы должны понять, что те люди, которые будут слышать его голос, а слышать его будут все, и, поскольку он будет достаточно громким, они будут возгораться, как бы, как бы таять, как свеча. Ну, здесь вот своеобразное описание испуга или страха. Смотрим тексты дальше. После этого, видел я, вот собралось множество людей, которым не было числа. От четырех ветров небесных, чтобы преодолеть этого мужа, который поднялся с моря. Видел я, и вот он изваял себе большую гору и взлетел на нее. И старался увидеть ту страну, я старался увидеть ту страну или место, откуда изваяна была гора, но не мог. После сего видел я, что все, которые собрались победить его, очень испугались, и, однако же, осмелились воевать. То есть еще против Иисуса попытаются воевать. Он же, когда увидел устремление идущего множества, не поднял руки своей, ни копья не держал, никакого оружия воинского. Но только, как я видел, он испускал из уст своих, как бы, дуновение огня, и из губ своих, как бы, дыхание пламени. И с языка своего пускал искры и бури, и все это смешалось вместе. И дуновение огня, и дыхание пламени, и сильная буря. И стремительно напал он на это множество, которое приготовилось сразиться, и сжег их всех. Так что ничего не видно было из бесчисленного множества, кроме праха. И только был запах от дыма. Увидел я это и устрашился. После сего я видел того мужа, сходящим с горы и призывающим к себе другое множество мирное. И многие приступали к нему, иные с лицами веселыми, а иные с печальными. Ну, а теперь вот перелистываю страницу. Меня теперь будет интересовать информация, которая объясняет вот эти пророчества. Я вам попытаюсь теперь зачитать их. Ну, начнем с того, что он выходил из середины моря. Иестра спрашивает, владыка, господи, объясни мне, для чего видел я мужа восходящего из середины моря? Он сказал мне, как не можешь ты исследовать и познать того, что в глубине моря, так никто не может на земле видеть сына моего, не тех, которые с ним, разве только во время дня его. Таким образом, я вам хочу сказать, что те люди, которые пытаются выдать себя за Иисуса, они очень мелко плавают для того, чтобы им быть. Так, теперь читаю дальше. Вот объяснение видения. Так, как ты видел мужа, восходящего из середины моря, это тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение свое и управит тех, которые оставлены. А что ты видел исходящий из уст его как бы ветер, огонь и бурю, и что он не держал ни копья и никакого воинского оружия, но устремление его поразило множество, которое пришло, чтобы победить его, то вот объяснение. Вот наступают дни, когда Всевышний начнет избавлять тех, которые на земле, и приведет в изумление живущих на земле, и будут предпринимать войны один против других, город против города, одно место против другого, народ против народа, царство против царства. Когда это будет и явится знамение, которое я показал тебе прежде, тогда откроется, сын мой, которого ты видел, как мужа восходящего. И когда все народы услышат глаз его, каждый оставит войну в своей собственной стране. Обратите внимание. Услышат его все народы, и все прекратят войну, испугаются этого глаза. Кто у нас на сегодня так хорошо и громко говорит из-за лжи Иисусов, чтобы все остановили войну? Никто. Читаем дальше. 37 стих. Сын же мой обличит нечестие, изобретенные этими народами, которые своими злыми помышлениями приблизили бурю и мучения, которыми они начнут мучиться, и которые подобны огню. То есть огонь их злости и беззакония сам поживет их, и которые подобны огню. Обратите внимание. Все ваши нечестия, они подобны огню. Они и пожирают человека. И он истребит их без труда законом, который подобен огню. Скажите, пожалуйста, если это придет Иисус, если это его второе пришествие, то что это за закон, который подобен огню? Дорогие мои, это заповеди, с которыми он приходил. Если вы думаете, что они изменятся, то вы ошибаетесь. Не нужно придумывать ничего нового. Заповеди останутся теми же самыми. Я в упрощенном виде вам записала эти заповеди и хочу сегодня их зачитать для того, чтобы вы их запомнили. Итак, их десять. Один у нас Бог. Люби только Его. Сокровенное имя нашего Создателя. Чти субботу. Почитай родителей. Цени жизнь. Цени верность. Запречи чужое. Будь честным. Забудь зависть. Это все, что нам нужно запомнить. И это те заповеди, по которым нужно жить. Всего вам доброго. До следующей встречи. Суббота. Суббота.